Друзья, всем здрасте, зовут меня Сергей, канал Домовенок. В прошлом видео я изготавливал верх для циркулярного станка своего. Верх был сплав алюминия, то есть дюраль. И перед тем как его начать, я теоретически, в принципе, и наглядно видел, как работают, чем обрабатывают дюраль. Но на практике я столкнулся с этим первый раз, поэтому хочу немножко поделиться с вами об обработке алюминиевых сплавов. Не знаю, еще сразу подумают, что это все-таки металл, и его необходимо резать, ну допустим, той же самой болгаркой, диском по стали. Увы, это ошибочное мнение, диск по стали не подойдет, потому что те пазухи между абразивом будут забиваться этим алюминием. Он достаточно вязкий металл, поэтому вам хватит отпилить всего лишь несколько сантиметров, дальше начнутся проблемы, ничего не будет резать. В основном он обрабатывается инструментами, предназначенными для столярных работ, то есть это лобзик, какие-либо пилы, ленточная, циркулярная, как ручная, так же и в станке. Но единственное, нужно установить на нее специальные насадки, специальные оснастки, так сказать. Для лобзика это имеются специальные пилки, которые предназначены для резки мягких сплавов, каких-то пластиков. На циркулярке это также используются специальные диски. Одни относятся к разряду, предназначенных для резки мягких металлов, ламинирующих поверхностей, ламината, ЛДСП. И в принципе они только отличаются от дисков для резки древесины. Это форма зуба, толщина зуба, количество зубьев, ну и угол наклона, наверное, при атаке, так как многие называют угол атаки. Для этих целей я специально приобрел диск по алюминию. Как видите, производитель на нем крупными буквами по-русски указал, что это по алюминию. Но такие диски встречаются не всегда и в некоторых случаях какие-либо нанеймовские, так скажем, совсем без какой-либо информации. Во-первых, все диски по алюминию имеют форму зуба поочередную, прямой, трапеция. То есть один зуб выполнен в форме трапеции, следующий за ним зуб прямой. То есть выглядят они вот так, и причем зуб, который трапеция, он на доле миллиметра немножко выше, чем прямой зуб. Идут они, соответственно, поочередно, то есть один зуб такой в пильном диске, следующий будет прямой. Для чего это предназначено, вот эта разница в высоте? То есть первым делом грызается в материал зуб трапеция, он как бы выбирает канавку себе с рваными краями, соответственно, потому что у него нет здесь острых либо прямых углов, то есть вот эти углы, они тупые. Соответственно, он, тупой угол сложнее, как вы знаете, затупить, чем острый. А следом идет уже прямой зуб, у него угол составляет вот этот, ну, около 90 градусов. А второй прямой зуб, он уже подчищает кромки, и рез у вас получается, ну, практически идеальный. То есть еще раз, трапеция берет на себя основную функцию, так скажем, прогрызть пропил, прямой, подчищает края этого пропила. Ну, а для древесины чаще всего используется попеременно скошенный, то есть вот этот режущий угол, он всегда острый, и идет друг за другом попеременно, то есть один зуб в одну сторону скошен, следующий зуб в другую сторону скошен. Для древесины это самое оптимальное, потому что древесина имеет гораздо меньшую плотность, твердость, чем тот же самый алюминий, тот же самый дюраль. Кстати, он также будет резать алюминий, но согласитесь, вот этот угол, острый, гораздо быстрее затупится, чем какой-либо из углов на трапеции, потому что они тупые. Ну, отсюда делаем выводы, что прямой трапеция, это диск предназначенный для мягких сплавов, древесных плит с ламинирующим поверхностями, и также подойдет для резки пластика. На ламинирующих поверхностях он также работает, в принципе, трапеция снимает твердый ламинирующий слой, вы знаете, что он гораздо тверже любой древесной плиты. С прямым углом зуб уже подчищает края, у вас рез получится аккуратный. Я для чего это объясняю, потому что, ну, некоторые производители могут вводить заблуждение, вот, допустим, здесь четко написано, что по алюминию, а внизу в кружочках, вот самый последний кружок, не видно, наверное, там нарисован попеременно скошенный зуб, хотя производитель правильно, вот он, указал, TCG, это зуб прямой трапеция, но человек, не знающий, глянет вот в эти вот информативные кружки, поймет, что это диск для массива древесины, но им, кстати, также можно резать древесину, в принципе. Что еще нужно сказать? Диск для алюминия, он немного тоньше, как тело, так и сам зуб, чем стационарный диск по древесине, хотя, да, по древесине также есть ультратонкий рез, но эти диски в основном предназначены для аккумуляторного инструмента, так как, чтобы не перегружать ваш инструмент, и также для каких-либо слабеньких бытовых пил, которые имеют малую мощность, но в основном на большие стационарные станки уже идут более толстые пилы, поэтому диск по алюминию толстым быть не может. Вот угол атаки, это угол по отношению к центру, то есть они есть положительные, есть нулевой, так скажем, и есть отрицательные. По алюминию могут быть как отрицательные, как нулевой, и также немного положительные. Вот этот все имеет угол наклона плюс 5 градусов, то есть, на что это связано, чем положительный угол, тем у вас быстрее и агрессивнее происходит рез, вам легче резать, но рез получается немного рваным. И есть угол отрицательный, даже до минус 6 градусов, здесь уже рез не будет таким быстрым, то есть производительность реза гораздо уменьшится, но качество реза улучшится, то есть кромочка у вас будет намного чище. То есть это вот зуб по отношению к центру диска вашего, наклонен в положительную сторону на 5 градусов. Если в отрицательную, то он будет наклонен наоборот в эту сторону. И вот на диске, если я приложу линейку, то вот он от центра ушел в эту сторону. Отрицательный бы ушел наоборот в эту. У меня, кстати, есть на канале очень старенькое видео по дискам, как выбрать для чего предназначены какие-либо диски. Ссылочку оставлю в описании. Кто не смотрел, обязательно перейдите, посмотрите, очень информативное видео. Ну, по дискам, я думаю, разобрались. Теперь можно перейти к лобзиковым пилкам. Здесь все гораздо проще. Она имеет форму зуба, ну, как маленькие стамесочки, с волнистой разводкой, то есть как полотно для ножовки по металлу. Фрезеровка происходит также обычными фрезами по дереву, то есть с межосплавными напайками. Единственное, фрезеруется, конечно, гораздо тяжелее, чем та же самая твердая древесина, потому что все-таки плотность у металла гораздо выше. Но все-таки она фрезеруется, хотя надо время от времени смотреть и почищать фрезу, то есть бывает, из-за того, что дюраль вязкая налипает на режущую кромку нашей фрезы и после этого ее приходится ну, почищать. Ну, допустим, можно использовать мягкую металлическую щетку, ту же самую латунную. Кстати, диск взял небольшой. Почему? Потому что у меня в столе циркулярном диаметр диска 255 мм и еще есть ручная пила Патриот. Там 185 мм. Вот я брал подручную. То есть этот диск можно поставить как стол, так же и на свою ручную. Посадочный диаметр брал переходным колечком. Без него 30, с ним 20. Друзья, на сегодня у меня все. Если какие-либо остались вопросы, задавайте, конечно, в комментариях. Постараюсь на все ответить. Ну и до скорой встречи. Пока. Пока.